Наркополицейские Коми ликвидировали банду дизеля. Именно так именовал себя Сергей Емельянов, организовавший в Коми свой нелегальный бизнес, связанный в том числе с продажей наркотиков. О деталях той операции полицейские рассказали сегодня. А еще поведали, что наша антинаркотическая служба одна из самых стабильных в российском рейтинге. Среди главных итогов ее работы в прошлом году изъяты 25 килограммов дурмана, ликвидация более 80 дезаморфиновых притонов, перекрытие семи международных наркотрафиков. Эдуард Бушуев поведает подробности. В нашем присутствии будет определенный осмотр место происшествия. Данный гражданин желает что-то нам добровольно выдать. Встримно он сейчас скажет, покажет. На этих кадрах оперативного видео Сергей Емельянов по прозвищу «Дизель». Главарь группировки и его подельники попали в оперативную разработку наркополиции еще осенью 2010 года. Сначала с поличным попались два сбытчика Спайса. Весной 2011-го арестовали еще 11 человек. Следствие выяснило, участники законспирированной группы круглосуточно развозили смертельный товар на машинах. С клиентами они встречались в разных частях города. Всего силовики изъяли у наркодельцов полтора килограмма дурмана, оружие и взрывчатку. Емельянов оказал помощь следствию и за это получилось нисхождение суда. В итоге пять лет и восемь месяцев колонии строгого режима. Дюжине его бывших подельников еще предстоит выслушать приговор. Мы практически их на взлете. То есть не дали им полностью крылья распустить и на взлете. Самое главное нам было задокументировать всю группу. То есть оценить в рамках материалов оперативных и в том числе расследованного уголовного дела деятельность каждого человека, который попал в поле зрения. В максимальном формате группу арестовать и предъявить обвинение. Вот что мы и сделали. В прошлом году количество изъятого спайса, так называют курительные смеси, увеличилось в 10 с лишним раз. А все потому, что прежде этот дурман свободно продавался в киосках. Теперь же только через подпольных сбытчиков и зарубежные интернет-сайты. Почтовых отправлений с наркотической начинкой в Коми стало в три раза больше. Причем эта проблема не только нашего региона и даже России. Спайса заполонили уже весь мир. Существует довольно серьезная международная сеть. Наркотики эти открыты в США, синтезируются, то есть их все новые и новые производные в серьезных химических лабораториях, в том числе на территории европейских стран Соединенных Штатов Америки. Производство при этом находится в основном на территории Китайской Народной Республики. Актуальной для Республики остается и проблема распространения дизаморфина. Наркополицейские в 2011 изъяли почти полкилограмма так называемого крокодила. Впрочем, другая цифра еще более красноречива. 84 ликвидированных притона. Наша работа приводит к тому, что они становятся более конспирированными. То есть они раньше открытыми дверями и все такое. Раз одного задержали, второго, третьего. Они давайте конспирироваться, давайте какие-то виды изменения. Давай один будет одно выполнять другое. То есть в их действиях, тем, чтобы зашифровать свою деятельность, они тоже начинают распределять роли, задачи. В том числе начинают умышленно совершать два и более лица данных преступлений. Вот и все. В этом году полицейские прогнозируют значительное снижение распространения дизаморфиновой заразы. С июля в России вводят долгожданный для силовиков рецептурный отпуск кодеиносодержащих лекарств. Основного сырья для кустарного дурмана. В 2012-м должны проявить себя и поправки в уголовный кодекс. Наркоманам придется выбирать, либо оказаться за решеткой, или идти в реабилитационный центр.